Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают так и если появляется что-то неожиданное. А клиентская поддержка в формате 24 на 7 поможет решить любую проблему в максимально короткие сроки. Переходите по ссылке в описании и доверьте свой бизнес профессионалам. Тинькофф Бизнес. Пока я веду шоу, мое дело делается. Денис! Привет! 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 Всем привет! Ну давай, так, Тимафф. Это он! Привет! Вот он! Привет! Он настоящий! Фрэнк Байбаста, Мясницкая, 24, вопрос ребром. И сегодня у нас в гостях Денис Дораков. Я хочу представить вам моих соведущих. Человека-плафона, излучающего свет и одновременно являющегося чашей для раскуривания кальяна наших меч-желаний. Господин Джарахов. Мой еще один соведущий Славка. Гетеросексуальная лесбиянка. Человек с хорошим чувством юмора, но без вкуса, который смешивает шорты и эклеры. Слава, аплодисменты. Я решил быть максимально честным. Если будет даже хотя бы одна свинья, я плачу. Давай так. Если хотя бы одна свинья. Поехали, первый вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос. Насколько мы видим, что есть тату, которая переводится «мой сын, мое солнце». Насколько нам известно, у тебя два сына. Это значит, что ты одного любишь больше, чем другого? Да. Спасибо. Нет, там написано так. Один просто «мой сын», второй «мое солнце». Я действительно сделал на три года, когда старшему сыну было три года, сделал такой тату. И второй не предполагался. Но место уже занято, да, на руке? И вот второй появился. Я все думал, как, что, а что еще мне написать надо. Но, честно говоря, желание делать тату у меня пропало. Я больше не хочу татуировок. И я хочу здесь сделать просто два. Поставить цифру в квадрате, типа. Ну, типа, вот, ну, прикол будет, получается. Здорово, спасибо. Такая история, да. Спасибо. Как резко все началось. Все, покатились, конечно. А что тянуть-то? Да. Даша, здравствуйте. Здрасте. Вам есть 18? Да. Все, слава богу. Пошли ебаться. Нет, все, нет. Прям хорошо. Сорян. Хорошая тональность. Да, все, надо мне. У меня как раз про этот вопрос. Почти. Если твоя жена разрешит тебе изменить один раз, с каким бы знаменитым человеком ты бы это сделал? Только Сашу Панекина нельзя называть. Смотри, у меня жена становится очень популярной. Так. Вот, я бы изменил ей с ней же. Вот она сидит просто. Вот она сидит. Не было бы по-другому сказал бы. Я так и поддержал. Я говорю, я тебя и поддерживал, так что ты не... Спасибо большое. В одном из интервью ты говорил, что занимаешься рукопашкой и борьбой, да? Ага. В 8 классе ты сказал, что победил 10-ти классника. Вот можешь здесь сейчас на месте воссоздать этот бой, скажем так, с тенью, а мы все заодно проверим, правда это или нет? Я тень, задавайте вопросы. Не, ну я могу рассказать, как это было. Короче, их было 200. Да, у меня... Я их выпил, да? Не, ну я короче объясню. Я очень много пережал, у меня отец военнослужащий, мы постоянно меняли там школы, города и соответственно школы. И вот в одной из школ, в Астрахани как раз было, у нас была, короче, драка стенка на стенку, мы вот, ну прям реально встали, уже хотели пиздиться. И вот на этот момент просто выходит чувак такой с пакетом, знаете, блядь, реально, вот, у него такой пакет, блядь, тапочки мягкие вот такие, знаешь? Да, удобные. Он выходит такой, смотрит на нашу толпу, на врагов и такой говорит, давай самые сильные с вашей толпы и самые сильные с вашей толпы. Ну, такой дворовой продюсер UFC, Данна Уайт. И все, и с моей стороны начинают вот так меня выпихивать. А я шпиц, я вообще ничего не хочу. Восьмой класс, а здесь выходит десятиклассник, то есть я его, ну, знаю у нас с одной школы. И мы начинаем, ну, как бы каким-то образом драться, я его каким-то образом поднимаю, я уже не знаю. И просто начинаю вот так вот по лицу его ногой прыгать. Там 35-й, не больно, но все равно, ну, нормально. Короче, я победил, Данна Уайт мне поднял руку, все. Давид и Голиаф. И на следующий день в школе меня вызывают в кабинет к директору. А я в школе такой хожу, вот такой вот. Как сейчас? Да, типа, давайте из Амелов схожу, давайте тряпку, ну, гондон, блядь. Ну, налаживаешь контакт. Да, 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 я захожу в кабинет к директору, сидит директор, вот этот десятиклассник с ухом синий, блядь, и его матушка такая красивая женщина сидит. И матушка смотрит такая на меня, и на этого своего сына такая, это он, блядь, сделал? Тут как, блядь, да, да, да. И она такая, ну, поворачивается к директору, говорит, у нас нет вопросов. Ну, поняла, что... Вот это женщина. Да, мудрая. Вот примерно такая вот история была. Денис, вилкой в глаз или сезон КВН еще раз? Да нет, ну и сезон КВН, конечно. Если Александр Васильевич попросит, реально сезон КВН еще бахнет. Ты помнишь, как я играл с вами? Да, да, да. Они меня пригласили, я сразу пошел, конечно. Так, а помнишь эту встречу? Мы договорились с ним. У нас мы придумали миниатюру, там, что он, баста, сидит на этом в жюри голоса. Мы приехали к нему. Какой кайф, мы первый раз на Газгольдер. Да, вы же сначала приехали разговаривать. Он, знаете, что первое, он сказал? Будете жареное мороженое? Да. Я говорю, что? Да, он запомнил. А мы с Камазяком, мы приехали, мы, блядь, жареное, эту картошку, блядь. Скажи. А, мороженое. И мы такие, да, за глазами, давай. И просто приносит жареное мороженое. Витя Ака там был еще тогда. Мы всех увидели, блядь, под кого накуривали. А потом я пришел туда, прикинь, КВН. Ну, думал, не буду стесняться. Потом Александра Васильевича увидел, занервничал. Страшный человек, да? Очень. Знаешь, когда у меня первый раз, мы уже три года играли, и он мне, я что-то за кулисами разминаюсь, все такое. Что, разминаешься, Денис? Я чуть не заплакал, он по имени меня назвал. Он знает мое имя. Знаешь, как я с младшим Масляком, знаешь, как он поздравился вот так? Вялая ладошка, да? Да, вялая ладошка. Самое страшное, что было в моей жизни, блядь. Клянусь, бля, вот так крепко жми руку. Вот так. Я такой, блядь. Это тебе на сегодня. Изнасиловали руку, понял? Обесчеченное. Спасибо. Ну, может быть, просто эспандер долго делал, чуть устала рука. Вася, вопрос личный. У меня жена, как по абонементу, тратит 15% в золотом яблоке. Дело, конечно, полезное, но ситуация критическая. Что делать? Не поверишь, у самого то же самое. Но есть лайфхак для всех тех, кто оставляет кучу денег в золотом яблоке. Это мой личный промокод Бьюти Баста, который дает 15% скидку при покупке от 5000 рублей. Доставят все очень быстро, в течение пару часов, вот в такой красивой лаймовой коробке. В общем, экономьте семейный бюджет вместе с золотым яблоком и промокодом Бьюти Баста. Следующий вопрос. По всем твоим шуткам складывается впечатление, что это жуткий извращуга. Так и есть. Почему складывается ощущение? У меня это ощущение полное вообще с первого дня знакомства. Знаешь, где мы палец сейчас? Вопрос. Вопрос. Ты бы смог сняться в порно? Если снимался, то расскажи где. Порно. Ни стыда, ни совести, ни ссылки. Нет, я думаю, что нет. При всей моей раскрепощенности, казалось бы, да, у меня очень много комплексов. Я бы снялся в драматическом фильме каком-нибудь, где вот, ну, типа сумасшедший, просто, и голый полностью по улице бежит. Удивительно, что твою жену это разорвало сейчас. Я ей просто показывал. Это хорошо. Ну, вот так бы я бы снялся бы. А прям порно, я думаю, ну, вряд ли. Я просто... Ну, понимаешь? А вы бы снялись в порно? Интересный вопрос. Это моя работа. Смотря с кем. Не, ну, вообще, в целом, с Дороховым. Да нет, конечно. Можно ее убрать? А с Жараховым? Ладно, давай так вдвоем. Ну, я бы подумала. Не, смотри. Жарахов на плечах у... Дорохова. Причем ногами туда. Да. Всем привет, я Николай. Вопрос к тебе, Денис. Азамат гораздо раньше стал популярным и начал зарабатывать большие деньги. Так стал выше, азамат отсюда. Не обидно ли тебе получать меньше, когда вы ведете вместе передачи? Не, ну ты же не знаешь, сколько мы получаем. Ну так тебе не обидно получать меньше. Он думает, если ты чуть меньше, то ты получаешь меньше. У тебя такая логика. Да. Братан, ну, я как бы молчу о своих доходах. Хорошо, бра. Хорошо. Вот соло, соло. Я уже плачу за всех. Ты ему скажи, поднимай черную свиню. Нет, правда, на самом деле, мне кажется, тут самое главное... Дружба. Ну и дружба, но если мы говорим про доход... Главное, чтобы деньги обеспечивали... Мотоцикл. Да. Ну, короче, тем, что тебе по кайфу, да, вот такая. Спасибо. И решали какие-то проблемы, они просто копились. Ну, мне так кажется. Ну, не проблема... Не просто же копились, а что вы, они просто копилися. Копилися? Да. Копилися. Копилися. Пусть деньги копятся. Палялися, гуляли, копилися. Следующий вопрос. Да, ну мне не обидно, короче, ну, правда. Я пошел, как будто в старых рэп-тусовках. Денис Миловоз. Привет, Петрозаводска. Все, кто здесь, отстаивают звание лучших рэперов Петрозаводска. Йоу, темные подвалы заберут меня к себе. Это знаешь, когда просто микрофон держит, вот так вот. Джей. Я просто пиздец. И потом, и вот это, слышишь? И потом вот это. Диджей сей славан, дай бит. Бля, бля, кто? Нет, с двух сторон. Чтобы микрофон был с двух сторон, и вот так стоять можно. Денис, вопрос для тебя. Ты стал популярным в тот год, когда начался коронавирус, закрылись границы. И случился вообще с вами пиздец поселенной. Как ты думаешь, это совпадение? Не думаю. Ты думаешь, что типа лучшие умерли, и поэтому я... Нет, связаны ли я? В принципе, здесь на отборах. Теория Дарвина. Я помню, хорошо этот момент, когда все закрывалось. Это было, вот я летел, короче, у меня все вот так отменяется. Просто все, все какие-то мои дела, работы, что-то отменяются, съемки. Прям, ну, каждый день мне звонят. И у меня остается одна поездка в Южно-Сахалинск. Да, Южно-Сахалинск провести КВН. И 18 марта. И я им звоню, говорю, точно вы? Он говорит, да, 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 мы точно будем, по-любому приезжайте. Я говорю, до вас очень далеко улететь. Я говорю, я сейчас прилечу, вы отмените. Говорю, может, ну, нет, мы все это сделаем. Я говорю, ну, пустим. Я вот лечу, ну, сколько там, 9 часов прилетаю. И они говорят, ссори. Да, они говорят, все, у нас, короче, какая штука, не будет зрителей. КВН вести КВН, не будет зрителей. Короче, будет пустой зал, но будет онлайн-трансляция. Мы поставим камеру, и вот команды будут выступать на пустой зал, и мы на пустой зал должны вести. И вот мы вот такое мероприятие провели, я еще заболел очень сильно. Вот мы провели, и я прилетаю в Москву, и все, больше ничего, нет никаких работ. И мы всей семьей сняли за городом дом, и уехали туда. Все, типа, ну, делать-то нечего. И вот я неделю прожил вот без работы, без каких-то дел. И через неделю у меня начался, ну, прям панический страх. Просто панический страх. И я уже через неделю, ну, очень импенсивно работал. Нет, мы уже работал. Да, у нас на ТНТ был такой проект. Коронавыпуски, короче, назывался он, типа, почувствуй нашу любовь на расстоянии. Мы делали, ну, короче, передачу еженедельную. И вот это меня очень сильно спасло, работа. Я словил это ощущение, когда не было работы, и как я хотел работы. И когда она появилась, я понял, что я не отпущу работу больше никогда. То есть я буду вот рядом с работой всегда. Да, видимо, это дало как раз такой всплеск, потому что я брался за все. Ты еще в интернет пришел тогда. Везде соглашался, да. И, кстати, интернет. До этого я, да, я недооценивал интернет. Я помню, мы первый раз сходили на шоу «Блицкриг» к пацанам Лена Кука. То есть я до этого уже столько лет, типа, ну, условно, на телевидении, там, снимаюсь, там, что. Вышел выпуск, и через месяц я где-то был, где-то гастроли. И ко мне подходит официант где-то в заведении, говорит, вы же из «Блицкрика», да? Вы же в «Блицкрике» были. И то есть он не знал вообще про меня ничего, только «Блицкрики». И я вот тогда понял, насколько YouTube очень сильная штука. Ну, я просто как бы... Мы серьезно разговариваем? Очень. По-разному, братец. У нас нет... Братья, знаешь, фишка этого шоу, что фишки нет вообще. До сих пор я не понимаю, как это все работает. Вот, ну, как-то вот так происходит. Ну, потому что, брат, харизма, брат, у тебя. А вы можете выйти? Да ладно, оставайтесь. А Джарахов нахуй здесь? Просто он приходит, братишка. Все, понял. Не, просто он еще ни разу не сказал ничего. Подожди. А, все, я понял. Он просто прицеливается к тебе. Здравствуйте. Привет, брат, извини. Вопрос такой. Какой самый крутой... Как зовут тебя? Владислав. Владислав. Денис, какой самый крутой номер есть у тебя в записной книжке? Самый кто? Записной номер телефона. Какой самый крутой есть у тебя? Самый крутой? ВКонтакт. Папа и мама. Не, ну подожди. Ну, самый крутой... Ну, я говорю, мои родители, наверное. Не, ну, на самом деле, ну... Ну, прокуроры, если они... Азамат рассказывал то, что ты зазвездился. Что у тебя очень много менеджеров, автобус, который тебя возит. У него два стилиста. Понимаете, я сижу просто вот так в шортах, в майке. Заходят девушки такие. Я говорю, кто это? Это говорят, стилисты Дениса Дорохова. Не один, два стилиста. У них сумки с вещами. Это нормально. Стилисты и его ассистент. Нет, нет, два стилиста. Я развешиваю, сижу, говорю, ладно, ну вы его переоденете. А вот с этим что делать? Как там переиграть это уже, блядь? Не возможно. А потом я понял... А я потом и понял, что это и нужно. В этом и есть. Два стилиста Дениса Дорохова. Я в одних шортах пять выпусков снял. У вас большая команда автобус, который тебя возит. Да и... Ах ты пантера. Ну микроавтобус, ну не авто, микроавтобус. Ну я могу, ё-моё. Вот это, ну я могу. Это нет, это вот вопрос-ответ насчет денег, брат. Подойди с Романовой по жужжи, она расскажет, что такое Денис Дорохов. Нет, так и что, я не помню, вопрос в чем? Массажеры у тебя есть для всего на свете. Зачем тебе все это? У тебя массажеры, почему для всего на свете? Ну жена не всегда рядом, брат. Понимаю, блядь. Нужна крепкая мужская рука рядом, я понимаю. Показать свою значимость или ты просто без этого не вывозишь? Да. Показать свою значимость. Ну слушайте, это же моя работа в любом случае. Там приезжать вовремя. Уезжать. В состоянии нормальном, ну то есть заходить там в кадр, куда-то еще там на сцену. Поэтому, ну мне кажется, это неотъемлемая часть. Ну а куда мне тратить? Я на наркотики уже перестал тратить деньги. Так дают, да? Да. И вот поэтому, мне кажется, важно в комфорт вкладывать. Спасибо большое. Спасибо большое. Не, у меня на самом деле тоже стилисты есть, братан. Просто для меня это был разрыв, когда они зашли. Мы стилисты Дениса Дорохова. Она одна, это просто помощница. Помощница стилиста? То есть у тебя такой стилист, что у нее еще помощница? Да, самая крутая стилист у меня. По тебе видно? Ты просто икона сейчас. Не, ну правда, одет просто. Спасибо, брат. Сияй. 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 Вы только посмотрите, как много у меня всего на студии. Памятные подарки, мои портреты и фотографии. Вот этот портрет, видите, он особенный. Сделан из маленьких кубиков конструктора. А точнее, бесконечного фотоконструктора. Мозабрик называется. Из мозабрик можно собирать абсолютно любые фотографии. Получаются вот такие пиксельные картины. Персонализация максимальная, причем фото вы выбираете уже после открытия набора. Поэтому я считаю, это абсолютно универсальным подарком. И взрослым, которые устали быть взрослыми. И детям. Расскажу, как это работает. Берешь набор, грузишь любимую фотографию на сайт и забираешь по полученной инструкции. Хочешь наедине с собой, хочешь берешь близких и друзей и весело проводишь вечер. Наборы Мозабрик бывают черно-белые и бежевые. А еще разных размеров. Любые из них смотрятся потрясающе. Цветной я уже собрал. Кстати, все, кто приходит на студию, всегда спрашивают, как я вообще это сделал. Круто, что эта картина будет меняться вместе с вами и вашим настроением. Повесил на стену, ходишь и радуешься. Надоело, через неделю загрузил новое фото, собрал и вот у тебя уже новая картина в интерьере. Разве другие картины так могут? Ну в общем, ссылку на официальный сайт Мозабрик.ру я оставил в закрепленном комментарии. Переходите, заказывайте и радуйте близких и себя крутым подарком. А чтобы покупка стала еще приятнее, вот промокок Баста, по которому все наборы Мозабрик будут со скидкой в 20%. Его можно везти в корзине, когда будешь заказывать. В общем, вы пока полюбуйтесь на мою работу, а я пойду убирать фото для новой картины. Всем привет, Денис, у меня к тебе вопрос. Да. Ты в этом году начал активно ездить на мотоцикле. По статистике, мотоциклисты живут 2-3 года. Вот я ему это сейчас говорю. Скажи, когда у тебя планируется прощальный концерт? Не, на самом деле... На самом деле, эй, эй. Самое главное, что меня жена поддерживает. Она мне так сразу и сказала, говорит, тебе как, вот, тебе кремировать или то, что останется, похоронить? Кремировать это, в смысле, кремом намазать? Не, ну, на самом деле же, хороший мотоциклист, это старый мотоциклист. Вот я планирую кататься на мотоцикле и стареть. Вот моя задача. Здорово. Спасибо большое. Здорово. Не, ну а что? Не, я боюсь, я знаю, вот у меня два момента. Парашют и мотоцикл. Никогда, ребят. Никогда. Парашют-парашют в плане? Да, парашют. Никогда. Вот он меня понял. А я понял тебя. Все меня понят? Я понял. Просто в WhatsApp-е сидишь? Да. Нормальное шоу. Тебе же вопрос не имеет. Так, а на кой я Жарахов-то, я не понимаю? Жарко. Нет, да. А, Жарахов. Он Жарахов. Жарахов. Мы сейчас поменяемся. Жарахов, садись, в твое место поработать. Нет. А все? Можно с удовольствием? Вопрос. Сейчас, сейчас мы поменяемся. Здорово. Доброе утро. Да. Всем привет. Привет. Денис, ты же давно общаешься с Азаматом. Вот скажи честно, вот эта вся херня, которую он на шоу рассказывает, реально с ним происходит? Или он врет, чтобы быть интересным и забавным казахом? Ну смотрите, у нас была очень бурная молодость. Выпивание там и еще и так далее. И когда это все происходило, всегда что-то интересное было вокруг. То есть какие-то истории. Так это вклад в будущее был. Да. Ну нет, блядь, это сейчас, знаешь, это как пропаганда получает. Бухайте с молодости. И потом в старости, ебай, популярные будете. Не, ну не в этом дело. Но имеется в виду, что... Как Олег Монгол, кстати. Да, охуенный пример. Видали, как взлетел? Вы будете звездой, как Алиэм Багу. А, блядь. Опа. Вот, ну поэтому да, все правда, естественно. Но это... Если бы это было неправда, это сразу бы заметили, мне кажется. Большинство российских комиков не скрывает, что пользуются услугами психоаналитиков. Был ли у тебя такой опыт или юмор, твоя терапия? Короче, два раза. Ну то есть я был у двух психологов. У одного у меня был один сеанс. Я пришел. Это в хрущевке, короче. Просто хрущевка какая-то. В квартире. Я захожу, квартира вся какая-то такая. Ну то есть прихожка какая-то чуть подубитая. И он говорит... А меня встречает такой... Ну реально Фрейд, блядь. Только такой толстый Фрейд. Старичок такой с усами, с бородочкой. И молча, здравствуйте вот так. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, проходите. И все, он говорит, убитый. А он взрослый? Взрослый? Взрослый, лет 65, наверное, ему. Я убитая прихожка, все. И попадаю в кабинет. В ебать какой кабинет. Он весь из дерева, блядь. Там нахуй какие-то, блядь, горгули, блядь, стоят. Все кожаное, ебать. Кресло вот такое вот. Здесь тахта, блядь, кожаная. Я вот так вот сажусь. И он напротив, блядь, просто вырастает. И такой, блядь... Раздевайся. Не, и просто молчит вот так. Я такой... Я говорю... Ну что, с детства начинать? Он говорит, ну про что вы хотите поговорить? Ну короче, мы там что-то... Я ему планы рассказывал, я не понимал, с чего рассказывать. Но самое главное, знаете, что он мне рассказал? Откуда феминистки взялись? Знаете, откуда? Это меня так разъебало сильно. Короче, феминистки взялись. Знаешь, откуда появились? Это феминист появился из-за зависти девушек, что у них нету членов. Я клянусь, это он мне расскажет. Это я цитирую. Реально. То есть, короче, девочки в детстве, увидев мальчика без трусиков, начинают завидовать, что вот у него есть пиписька, член, а у девочки нет. Меня это очень сильно внутренне разъебало, и на следующее занятие я не пришел к нему. А второй я был классный, кстати. Мне очень понравилась эта уже девушка. Очень хорошая девочка была там. И психолог, да? Да. И потом я к психологу пошел еще. Короче, вот с ней прикольно. Мне занятий, наверное, три. Четыре. Четыре у нас встречи было с ней. Мне они помогли, на самом деле. Она очень так по-свойски. У нее, ну, если мы откровенно говорим, она зависимая. То есть, у нее была зависимость наркотическая, и она как бы поборола ее. И вот она, ну, с высоты какого-то своего опыта, мы разговаривали как бы, ну, о моей такой же примерной... Ну, непременно, либо о такой же проблеме. И вот, короче, это был интересный разговор, который мне во многом очень помог. Но больше не планируешь? Ну, пока все хорошо, слава богу. Всем привет. Здравствуй, Камила. Денис, вопрос к тебе. Ты играл в Болливуде русского бандита. Ты хотя бы после съемок признался им, что они, ну, вообще не так выглядят. И сталкивался ли ты с настоящими русскими бандитами, например, в Камазяках? Блин. У меня есть история такая интересная, конечно. Я сталкивался с бандитами, очень, я без имен буду говорить. Я учился в колледже в Астрахани. 11 часов дня. 11 часов дня, я иду на вторую смену. Подхожу. Поднимаюсь на ступеньках на улице. И ко мне подходят два чувака. Ну, а вот это достаточно большой колледж. Ну, я как бы, ну, не знакомый о них. Они говорят, здорово, здорово. Я говорю, здорово. А ты там знаешь, с какой-то, как сказали, группы какого-то чувака? Я говорю, ну, нет. Ну, говорит, пойдем, пойдем. Ты кого-то же знаешь оттуда. Я говорю, ну, да. Пойдем. И вот так мы спустились со ступенек. Я говорю, да пойдем, блядь. А это все вот колледж просто, на территории колледжа вот так, со ступенек. Я чуть вбок вот так. Все это на территории. И они стоят, разговаривают так со мной. Типа там какой-то вот, как говорят, типа какую-то группу, какого-то чувака. Подходит мой друг, здоровается. Я с ним здороваюсь, он с ними. Я говорю, сейчас я подойду. Он пошел там в аудиторию. И в какой-то момент один вот так чувак вытаскивает пистолет, вот так направляет, переселяет на меня. И говорит, мобилу давай, мобилу. А у меня тогда была C350 Моторола. Цветная, с полифонией, блядь. Богатая. Да, богатая, потому что она мне досталась ебать как сильно. Так же, да? Да. Как пришла, так и ушла. Не, ну короче. Я очень долго копил там всячески, на заправке работал. Ну короче, очень долго она мне доставалась. И тут он мне вытаскивает вот так вот, блядь, пистолет. Давай мобилу. И я такой, ну нет. И второй такой начинает по карманам лазить. Вот так, типа вот так вот бить. И я беру вот этого типа второго, вот так вот перед пистолетом вот так. Ставлю его и начинаем, короче, бороться. Он мне коленями бьет. Блядь, я вот так вот как-то отбиваюсь, все отбиваюсь. А у меня была куртка кожаная. Бандитская. Бандитская, да. И вот он, я короче вырываюсь вот так. Он меня держит, короче, этот. За курткой я вырываюсь, поднимаюсь на ступеньки, понимаю, что куртку этот у него, осталось у него. И Моторола там. Не, Моторола здесь. Фу, блядь. Я, конечно, так вовлекся, извини, это у меня же, блядь, шпател. Моторола здесь, в кармане. Охранник выбежал. Я говорю, блядь, охрана, типа, блядь, держите, держите чуваков. Они убежали. Все, убежали. Куртку дёрнули, конечно, кожаную. Да. Куртка хорошая была? Куртка хорошая, да. И я прихожу домой, а куртка это подарок, то есть от родителей. Мать такая, где куртка? Типа, не знаю, сейчас там найду, она типа, где-то у меня ее украли в этом. В гардеробе, да. И вечером приходит отец. Отец у меня суровый, такой военный человек. Он такой, где куртка? В моменте, крепеж везде, да, был? Эти ограбили, пришел батя, батя, получала ее, не жизнь, я понимаете. Так нет, он говорит, где куртка? Я говорю, в гардеробе украли. Он мне, говорит, пиздыху так затверлил. Пиздец. Не пизди. Я говорю, с пистолетом отняли, у меня куртка. Прям просто. Вы эти подонки видите нас сейчас? Сейчас. А-то-то. И, короче, он говорит, сейчас. Ушел, какое-то время не было. Приходит часов в 10 вечера, он говорит, собирайся. Я садеваюсь, у нас тогда была шестерка, машина. Человек, мы на него садимся. Короче, едем мы куда-то за город. Едем, едем. Прям самый крайний район в Астрахане. Самый крайний район. Какой-то ресторан. Такой весь, прям ресторан-ресторанище. Он уже, типа, поздно уже, короче, было. И мы заходим, вот такой большой зал, прям дохуя. Столы стоят, и никого нет. И вот в самом-самом дальнем углу он там сидит вот так вот грузин один. У него здесь кофе, вот так вот сидит. И мы идем вот так через весь зал к нему. Садимся. И кец говорит, рассказываю. И я начинаю рассказывать, блядь. Там мы познакомились, я не буду имена говорить. Рассказываю, все вот это рассказываю, рассказываю, как произошло. Хорошо. Завтра свяжемся. И вот второй день. Я в колледже. Ко мне кто-то подбегает, блядь, какой-то, я не знаю даже, охранник, по-моему, сам говорит. А, Денис, там тебя, там, короче, пойдем, пойдем, там тебя ждут. Я выхожу, и там стоит такой худой грузин на входе, говорит, пошли, вот так. Другой уже. Мы идем, садимся в четверку, вся затонированная четверка, просто все закрыто. Я сажусь, короче, посередине здесь. Как будто я сериал смотрю, отвечаю. Здесь мужик, тут мужик, короче, просто дофига мужиков взрослых. И один так апельсин вот так, просто держит и давит вот так. Такой, этот способ чистить апельсин, мне показал мой дед. Говорит, когда вот так удавишь хорошенько, кожица от самого апельсина начинает отходить. И потом хорошо чистится. На, попробуй. И я вот так вот начинаю прокалывать, и мне как брызгает в ебальник апельсиновый сок. Я думаю, ну пиздец, блядь, я позорился. Короче, они мне попросили все тоже рассказать, я им опять рассказал. И на следующий день мне привезли деньги, 4 тысячи рублей. Они сказали, те пидорасы куртку уже продали. Ну вот деньги, брат, тут больше, чем куртка стоит. Ну, 4 тысячи это было тогда нормально. Вот такая история встреча, ну, с бандитами, что ли. Как будто кино, посмотри. Аплодисменты, да? Спасибо. Но опять же, ни в коем случае хорошие люди, которые помогли. Вон те бандиты с пистолетом были. Денис, ты сейчас ведущий проекта «Кстати», где соведущие Азамат и Гарри Харламов. Спасибо за такое построение. Наконец-то, брат. Спасибо, брат. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. У тебя нет во время съемки момента, что ты такой «Ебать!»? Я сейчас веду проект с легендами. Да слушай, я вообще на самом деле очень часто Богу говорю спасибо вообще за то, что я сейчас здесь рядом с Бастой. Он меня пригласил на шоу. Сука, гнида. Мы его звали. Мразь, год, три года. Три года, каждый раз ему звонили. Он там «О, блядь». Сейчас, блядь. Сейчас, блядь. Сейчас, блядь. Сейчас, я сейчас. Три года. Я благодарен Богу. так видишь я благодарен даже богу за это позвонили ему один раз я говорю братка ты можешь приехать он говорит да я с удовольствием такая что с азаматом сейчас репетиция азамат рядом с нами отыграл послушайте и особо за пацаны я вы я мы вопрос с азаматиком рядом азаматка какая репетиция я пацанам говорю я недавно клик-клак ходили к нему на шоу я звоню пацанам говорю бля я очень устал скажите что я заболел мне очень хуёво и я прихожу утром спортзал а там он вечером снимает вечером снимать я такой ну устроим и сюрприз в конце концов здорово-здорово вечер увидимся денис вы в кадре всегда такой жизнерадостный и веселый скажите а бывает ли у вас такие ситуации в жизни которые могут заставить плакать повода у нас сейчас такой период правда сейчас очень все сложно действительно но в этом-то и суть что ты становишься заложником нет это не заложник ты не заложник просто я не могу все свое внутреннее как бы на камеру там высказывать там потому что я стану не интересен поэтому все все что происходит такое серьезное это все конечно видит жена жена она я разный бываю я бываю очень очень душный очень очень противный очень злой бывают и конечно все достается жене вот она просто на своих плечах вывозит очень много низкий поклон тебе спасибо дай бог здоровья тебе дай бог спасибо а я блять не сейчас все нормально блять все хорошо блять все заебись даже он басти нихуя не дай бог спасибо огромное да что блять приносит и приносит я я в шоке салшем тебе еду быстрее принесли дорогие друзья напоследок у нас есть традиционный вопрос от тех людей которые не смогли прийти сегодня задать вопрос и они пришли в одно из наших заведений и оставили видео вопрос тебе пожалуйста видео вопрос на экране всем привет меня зовут витя я нахожусь в ресторане фрэнк байбаста по адресу новорязанская 23 строение 1 депо 3 вокзала денис участницы женского стендапа на тнт считаете самым красивым комиком россии коем ты на мой взгляд не являешься то по твоему мнению самый красивый женского стендапа складчикова я если из российских то складчикова вот мне кажется очень симпатичная ладно хорошо ладно хорошо я читаю что дениса ты отличный актер лучше вот так говорит денис отличный актер а вы правда режиссер можешь сыграть все что угодно сейчас я буду называть персонажей из реальных детских книжек от их будешь показывать в одиннадцать ночи братка вот такая вот наша жизнь давай давай конечно давай вялый ёж мялый ёж да спасибо это реальные названия то есть детских книжек они лягуха кукуха спасибо важная цапля датсума правильно иду есть аплодисменты грустный петушок ты же меня поймешь я могу не показывать я могу не показывать грустный петушок в этом петушок да и последний аплодисменты за петушка полуяркий жах накрыл это штуку жах накрыл жах накрыл да полуяркий жах накрыл жах накрыл жах накрыл ну так жах полуяркий жах накрыл аплодисменты спасибо мы возобновляем уже ставшей традицией в прошлых выпусках нашу традицию мы ее возобновили подарки нам приносят наши гости мы их сохраняем в музее палец чудес якубович разрешил сказал делай и не крути барабан короче тут упоминали этот период уже пандемии это сложный был период когда мы жили и мало того что типа не хотелось хоть без работы сидеть хотелось как-то реализовываться творчески и я принес сюда свою первую картину которую я нарисовал сам вот вот эта картина сам до серьезно а потом мы это вырежем я по номерам по номерам только не вставляй ладно пусть останешься сам на хорошо давай сам картину написал вот я отдаю в ваш музей спасибо это реально твой твой почерк стиль здесь все есть я бросил вяло ешь и грустный петушок и все спасибо тебе ну на самом деле ну честно это для меня дорого не вырезать я по номерам по номерам но сложно оказалось пиздец очень сложно вот и когда вот это все готово стало ну то есть когда полностью я так кайфанул думаю блять устало на место цвета стали на место да 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 короче очень классная штука если кто-то увлекается по номерам вы молодцы большие спасибо большое на спасибо итак дорогие друзья сейчас тот самый момент когда мы должны решить какова будет судьба дениса дорохова помните да он платит и либо плачу я но я думаю что сегодня все должны поднять красную тварь и за ужин резонно заплатить должен я поднимаем 1 2 3 спасибо у нас гостях был денис жарахов ко мне два раза за последнее время подошли такие бля ду 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 рахов но мы похожи ребят у нас гостях был замечательный незабываем и удивительный искренне по-хорошему детский по большому душевный неиздорохов спасибо тебе большое чтобы он с гостях спасибо спасибо с ребром спасибо большое спасибо 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 реально посмотри вышла ни хуяся сколько сто восемьдесят восемь сто шестьдесят не а ну я тебе говорю я заплатил я тебе говорю ты что нельзя я тебе говорю рудик тебе говорит не ругайтесь если что я могу вообще не платить не за ладно сиди уже все да пойдем это будет мой канал я вам обещаю чем до встречи на моем новом канале